Здравствуйте. Привет, Андрей. Очень рад вас видеть. Да, взаимно, Андрей. Ну хорошо, вот ты знаменит своими постами о жизни тихой деревушки в окрестностях Лондона. Ты много в твиттере пишешь про то, как живет ваша деревенская комьюнити, какие милые объявления соседи вешают на локальном форуме и так далее. Как воспринимается вот этот британский политический цирк глазами простого британца из глубинки, если можно так сказать? Ты знаешь, что самое интересное, я вообще никак. Дело в том, что политика является запрещенной темой при смолтогах. То есть при разговорах с соседями, мы гуляем с собакой, кто-то еще гуляет с собакой. Политика, религия, семейная жизнь. Нет, здесь просто такого нет, нет такой культуры. Поэтому деревня абсолютно как жила, так и живет. У нас здесь как бы нет ни массовой демонстрации, ни народного гуляний. Ну, может быть, внимательнее, чем обычно смотрит телевизор. Андрей, вот я сегодня прочитал, что Джонсон стал одним из самых наименее долго, наименее долго, извините, пожалуйста, самых коротко правящих премьеров в истории Англии, Великобритании, прошу прощения. Как тебе кажется, с чем это произошло? То есть он действительно человек, который притягивал на себя всевозможные скандалы, из-за этого у него рейтинг падал, он плохой организатор, у него дурацкая прическа. Почему это произошло? Прерви меня, если я буду долго говорить, я постараюсь максимально коротко. Дело в том, что Джонсон показал себя как вполне себе офигенный кризисный менеджер. Единственная его ошибка в этом смысле, он на пару недель позже понял опасность ковида и ввел ограничения. И как следствие, Британия первое время была на первых местах посмертности от болезни. Но в дальнейшем он ввел себя идеально. В пиковые дни эпидемии он каждый день в пять часов вечера обращался к нации, и это не было традиционное обращение «дорогие великобританцы». Это натурально были презентации в PowerPoint, где он рассказывал, где мы сейчас, что будет, где мы находимся, сколько мест больницы и так далее. После пандемии началась война. Про реакцию Британии на войну вы уже говорили до меня, я здесь не буду повторяться. Но как только ситуация выходит на некое плато и уже не носит, скажем так, чрезвычайный характер, такое ощущение, что ему становится скучно, и скандалы просто сами липнут к нему. Все эти вечеринки, все это назначение человека, просто он не подумал, насначив на партийную должность человека, которого многократно обвиняли в харасснике. И к нему это липнет. И к этому добавилась некая его репутация человека, который не всегда говорит правду, и больше всех людей на свете любит свое отражение в зеркале. И в итоге вот вся эта совокупность и привела к сегодняшнему событию. Хорошо, давай к серьезным темам. Что инсайдеры, ну хорошо, не в вашей деревне, так и на вашем BBC, где все должны все знать, говорят, собственно, о возможных сценариях будущего. Насколько быстро появится преемник? Насколько консервативная партия сможет преодолеть внутренние разногласия и выдать на гора единую кандидатуру. Ну и как котируются шансы? Небось, все ведущие британские букмекеры уже все знают. Да, все списки уже составлены буквально сегодня утром. Джонсон еще не сделал даже свое заявление. Фаворитов двое. Это министр обороны Бен Уоллес. И то, что министр обороны сейчас самый популярный политик вообще во всей партии, это как бы многое говорит о сегодняшней ситуации. На втором месте министр торговли, ее зовут Пенни Морган. Она работала на нескольких министерских должностях и при Джонсоне, и даже до него. На следующей неделе будет определен порядок проведения выборов. Ну, то есть в целом схема понятна, но нужно, что называется, уточнить по мелочам. Дальше начнется самая непредсказуемая часть программы. Сначала кандидатов будет выбирать небольшое количество депутатов, консерваторов. И здесь очень большую роль играют связи, их внутренние отношения, взаимоотношения и так далее. Это, кстати, именно из-за этого Джонсон не стал премьером в первый раз, уступив, господи, вылетела фамилия, простите, уступив, собственно, предыдущему премьеру Великобритании. Терезе Мэй. Терезе Мэй, господи, да, Терезе Мэй. И на этом это максимально интригующий этап, на котором могут случиться сюрпризы, и кандидатом может стать тот, про кого мы сейчас даже и не думаем. Дальше пройдут более или менее понятные выборы, все члены консервативной партии будут голосовать по почте. Фаворит этих выборов, конечно, Уоллес. Он как бы во втором круге, в этом почтовом голосовании, побеждает любого кандидата, как показывают опросы. Но в реальности это как бы система с подводными кометами. Ну вот мы сказали, что отношение консервативной партии к Украине, по вопросу Украины, оно вряд ли изменится. Но вот насколько это важный вопрос вообще Великобритании, насколько он является ключевым, или это вопрос какого-то второго порядка, и он и в газетах, и в подростках и так далее. Я бы выделил здесь два основных момента. Первый момент – Британия очень внутрицентричная страна. Если в мире не происходит никаких мега-событий, то международная политика – это 14-я полоса газеты «Метро». Поэтому любой следующий премьер должен будет найти правильный баланс между внутренней политикой и внешней политикой. Иначе он просто недолго пробудет популярным премьером в Великобритании. А второй нюанс, собственно, как вы правильно уже говорили, в конце концов, один член консервативной партии сменит другого члена консервативной партии. И все эксперты говорят о том, что может измениться скорость принятия решений, но не характер принятия решений. А вот, говоря про всех экспертов, Андрей, в Твиттере, когда я сказал, что ничего не изменится и все будет хорошо, твоя жена возразила мне и сказала, что нет, именно сейчас будет большой затык, потому что не будет никакой оперативной реакции. Не будет никакой оперативной реакции, и все закопаются в этих внутрипартийных зарядках. А что такого-то прямо сейчас Британия делает? Вот подписаны пакеты помощи, идет вооружение, идут деньги. Что еще надо было бы сделать в ближайшие несколько месяцев? И какой, есть ли общество запрос еще помогать Украине и дальше что-то делать в этом направлении? На второй вопрос мне гораздо проще ответить. Если я сейчас выйду из дома и пройду в супермаркет, я даже в нашей деревне встречу как минимум пять украинских флагов, которые либо висят на домах, либо просто в стеклах окон. Запрос есть. В остальном, мне кажется, характер помощи будет зависеть от характера войны. И если на сегодняшнем этапе все сделки заключены, Британия не только поставляет оружие, но и обучает украинских военных здесь, на территории страны. Это же последняя договоренность между Джонсоном и Зеленским, когда он был в Киеве. Но в зависимости от того, как будет меняться характер войны, может меняться и характер помощи. Последний крохотный вопрос. Daily Mirror сегодня опубликовала забавную историю о том, что Джонсон якобы вот так пытается, уходя не уходить, хочет быть временным премьер-министром до октября, потому что он якобы через несколько недель наметил пышную свадьбу со своей, собственно, нынешней девушкой, которую он хочет отпраздновать именно в премьерской резиденции в Чекерс Хаус. Насколько это серьезно и не слишком ли это эксцентрично, даже по меркам эксцентричного Бариса Джонсона? Британская пресса с ее столетней историей свободы, накопившейся репутацией, очень славен в язык. Последнее, что я прочитал, Джонсону ужасно нравится его дума, он просто хочет провести там лето. В этом же смысле, конечно, нет. Для Джонсона то, что произошло сегодня, это огромная потеря. И, безусловно, находясь во власти, будучи природным политиком, он еще придумает, как сделать так, чтобы в ней остаться, и чтобы не повторить судьбу Терезы Мэй, да простит она меня за забытое имя, которое после ухода в отставку просто растворилось в парламенте. А вот это как раз мой последний вопрос к тебе, потому что в британской политике с определенного времени, уже несколько десятилетий, принято, уходя уходить, как-то стало нормой, что премьер, который ушел в отставку, не возвращается в публичную политическую жизнь. Хотя до этого было совсем иначе, и в 19 веке, и даже в 20-м, тот же Черчилль, проиграв выборы, потом снова шел, снова выигрывал, снова остался премьер-министром и так далее. Борис Джонсон кажется человеком очень амбициозным, и как бы к нему ни относиться, реально прирожденным политиком, который умеет выруливать из очень тяжелых кризисов. Можно ли ожидать, и ожидают ли это британские СМИ, что он нарушит эту традицию и будет пытаться через какое-то время вернуться в политическую жизнь и снова стать премьер-министром? Ну, скажем так, здесь пока, по крайней мере, в течение сегодняшнего дня, СМИ воздерживались от таких прогнозов, но, как ты сказал, совершенно справедливо, он политик не по профессии, он политик по жизни. Поэтому он молодой, уверенный в себе, находящийся в расстрете силы, довольно бронебойный. В каком еще качестве мы его увидим, я не знаю, но я, безусловно, ставлю на то, что мы его увидим. Продолжение следует...